МФП МФП в среднем весе между Григорием Сиренко из Владивостока и двукратным чемпионом мира по панкратиону Сергеем Погодаевым из Иркутска. Бой планировался еще давно, еще в прошлом году у нас был фейс-то-фейс. И мы, скажем так, планировали после фейс-то-фейс провести его месяца через два-через три. Но так как получил травму я и Сергея одновременно бой отменили. И это должен быть рейтинговый бой. Просто так как уже со здоровьем у меня было все с каждым разом, скажем так, похоже-похоже. Мой товарищ Никита Злобин поговорил с президентом Федерации Дмитрием Александровичем. И они решили, что это будет хороший бой, именно затитульный бой. И тогда еще Сергей был просто чемпионом мира по панкратиону. Недавно, 17-го, по-моему, или 18-го ноября он съездил в Рим, в Италию, и стал двукратным чемпионом мира. Я, конечно, с ребятами так подшучивал. Я говорю, ну, отлично, просто перед титульным боем пацан съездил на чемпионат мира и дважды его взял. То есть это меня никак, скажем так, не давило на меня. Я понимаю, что все падают. Главное, как ты к этому настроишься, как команда помогла мне настроиться. И команда меня сильно поддерживала, давала мне уверенность. Это все благодаря команде. Мой настрой правильный. И я к этому относился, конечно же, очень положительно. Но понимал, что Сергей – хороший ударник. У него, по-моему, серия из шести побед была. И всех он нокаутировал. Расскажи про подготовку к бою и как настраивался. Первую часть подготовки я прошел со своими тренерами. Это Аванес Шагаян, Рафаэль Клюев. Они боксеры. Они вели меня, подсказывали, где, как лучше работать против левши. Потом подключился Родион Васильев, тоже боксер левша как раз. И рассказал все тонкости подготовки, как нужно работать с левшой. Потому что работать с левшой – это абсолютно другая работа. Прошел подготовку хорошую по увольной борьбе у Дмитрия Табаева, тоже мой тренер. Уже последние три недели я провел хорошие сборы подготовительные в команде Black Belt. Моими спарринг-партнерами были Константин Караульных, Евгений Шаломаев. Сайгит Аликбеков в последнее время очень хорошо помогал и психологически, и просекундировал очень грамотно. Геннадий Ковалев тоже помогал очень сильно. То есть очень много ребят мне помогало. И Александр Куликов подключился по поводу именно грепплинга, борьбы. То есть все ребята, их очень много. Даже перечислять Андрей Дубков помогал мне тоже. Человеку было тяжело перестроиться под левшу. Но каждый, каждый человек внес огромный вклад в развитие. И это абсолютно не моя победа, это победа моей команды. Бой был непростым, можно даже сказать тяжелым, как физически, так и морально. Расскажи про свои эмоции, ощущения во время боя. Я получил травму за 12 часов до взвешивания. Надорвал очень сильно связку, которая соединяет и икроножную, и ахиллу сухожилия. И просидел на обезболивающих в пятницу и субботу и четверг. И вроде бы все прошло, но выходя уже на бой, на четвертой или пятой секунде я умудрился ее даровать. И очень было тяжело перестроиться в первом раунде, потому что сократились движения. И мне пришлось уже работать маятником, перестраиваться. А, как правило, ты строишь план на бой один, а он получается другой. Поэтому тут мне, в принципе, психически повезло, что я смог перестроиться. И во втором раунде уже начал перестреливаться к своему сопернику. И потом уже все получаться начало, все лучше, лучше и лучше. А что касается именно перед самим турниром, конечно, горел, подгорал. И успокоиться мне помог фильм «Гладиатор», всем известный. И я с мыслями выходил в этот колизей, не драться, а, грубо говоря, умирать. Для меня было, с одной стороны, главное даже не пояс, а просто хорошо подраться. А был ли страх проиграть? Это был 2016 год, Фитисов арена, 5 ноября, бой против представителя Кореи Джонни Ун Па. И я ему уступил, и, наверное, после этого боя, я, наверное, 3 дня не хотел выходить на улицу, потому что очень-очень много было негативных отзывов, смс-ок, тоже инстаграм. То есть люди, многие не поддерживали, а просто именно, скажем так, хейтеры постоянно кидали негативные смс-ки. Мне было очень тяжело, потому что я воспринимал очень болезненно все эти смс-ки. И, наверное, уже после того раза я понимал, что все проигрывают, абсолютно все. И ты видишь, кто твой друг и товарищ, когда ты проигрываешь. И все любят победителей, все абсолютно любят их, и все сразу становятся друзьями. Поэтому я вижу, с кем я поднимался, когда я был никем, с кем я начинал. Начинал я этот путь с Никитой Злобиным, который открыл зал. И у меня не было абсолютно тренера, у меня не было никого, и он со мной летал на все соревнования. Не стану скрывать, у меня денег не было, у меня работы не было. Я еще в океанаре не работал, не мог обратно устроиться. И потихонечку как-то стал зарабатывать по копеечке. И этот человек помогал мне с самого начального пути. Начал со мной этот путь, и он со мной его продолжает. Поэтому я всегда помню, с кем я начинал, и всегда буду помнить, с кем я делал эти великие вещи. Сколько всего боев у тебя было за твою карьеру, и сколько побед? У меня было 5 боев, 3 победы, 2 поражения. А это получается, да, это 6-й бой. 4 победы, 2 поражения. Это по профессионалам. И по любителям у меня небольшая карьера, боев 20, наверное. Эту победу ты посвятил своему отцу. Почему? Потому что с самого начала отец был против, чтобы я этим занимался. Была мама против, они постоянно переживали, говорили, пора заканчивать, береги свою голову, не надо драться. И этот турнир стал для меня очень значимым, потому что он пришел на этот турнир, впервые пришел. И я постоянно ему говорил, но еще года 3 назад, говорю, пап, когда ты придешь на турнир, когда ты посмотришь на соревнования, когда ты поболеешь за меня, он сказал, что когда ты научишься драться, я приду. Так, конечно, подшучивали. Видимо, я научился драться, он пришел. И для меня было очень-очень важно, чтобы он присутствовал. И для меня было очень важно победить, потому что я хотел доказать отцу, что я не зря этим занимался, не зря мы с командой пахали днями, ночами над тем, чтобы я выиграл. И все это было не зря. Я думаю, что я ему доказал. И, естественно, я хочу его же поблагодарить с матерью за то, что они меня воспитали, они сделали из меня такого человека. Хоть он и не верил. Я знал, что он внутри души, внутри сердца, глубоко в душе, он верит в меня. И переживать, как отец, любой родитель переживает за своего ребенка. Но просто было приятно доказать ему, что где-то он был неправ. И я думаю, что он гордится своим сыном, гордится нашей общей командой, общей победой. И главный вопрос, который, наверное, волнует всех. Почему решил завершить карьеру? Первая причина – это здоровье. Здоровье уже не то, пора притормозить, надо вовремя уходить. Я слишком много дал сил, я очень много пропустил ударов от Погодаева, потому что он очень хороший ударник. Кстати, до того, как я узнал, что мы будем с ним драться, он дрался в весовой категории до 93 килограмма. Я после боя подошел к нему, я его лично не знал, я просто подошел и сказал, Серега, ты действительно настоящий боец, воин. И мне очень симпатизирует, как ты дерешься. То есть я выразил своему, свое почтение к нему. И через, наверное, через год я узнал, что мы с ним будем драться. И что касается завершения карьеры, это в первую очередь здоровье. И было обещание моим родителям, что я подерусь за пояс и завершу карьеру вне зависимости от результата от боя. Я стал чемпионом миром среди профессионалов по панкратиону. Для меня это была огромная честь. Я до сих пор не верю, что я сделал, что мы сделали, наша команда. И я очень благодарен моей команде, потому что это их заслуга. И я думаю, что пока у меня нет такой сильной мотивации, чтобы продолжать дальше. Я не знаю, что меня может смотивировать. Не будем загадывать, но на данный момент я хочу завершить свою карьеру как боец-профессионал. А вообще тяжело удалось это решение? И не будешь ли ты потом жалеть об этом? Каждый раз, когда я ездил на тренировки и знал, что у меня болит это, болит нога, рука, где-то голова. И каждый раз я понимал, что уже я не тот молодой парень, 24 года. Я начал в 24 года, сейчас мне 29. За 5 лет я прилично, скажем так, спарринговался, надрался. И у меня не было особо тренера все это время. Последние 2 года ребята мне помогают бок о бок. До этого я ходил сам по залам, сам спарринговался, сам делал какие-то выводы. И было пропущено слишком много ударов, нанесено урона моему здоровью. Поэтому надо сейчас притормозить, заняться здоровьем, восстановиться. И чтобы голова была светлая, я начала думать. А дальше я думаю, что посмотрим. Какие планы на дальнейшее будущее, чем будешь заниматься и попробуешь ли себя в чем-то новом вне спорта? Конечно, попробую. Хочу заняться бизнесом, в любом случае как-то работать уже на себя. Потому что я ушел с океанариума и работать на кого-то не планирую. И сейчас я продолжал развиваться и буду развиваться в тренировской карьере, помогать ребятам становиться чемпионами. А почему из океанариума ушел? Скажем так, что за 8 лет работы в сфере с животными, они мне ясно дали объяснить, что им не место в океанариуме. Они вольные животные. Я проникся душой в этих животных. Они мне объяснили, что самое главное, что у них может быть, что мы никогда не сможем заменить для них, это свободу. Лучше животное будет жить на свободе 3-4 дня, 1-2 часа. Но оно будет абсолютно свободным. Ну и последний вопрос. Синяки украшают мужчину? Такие нет. А какие он украшает? Ну, когда их чуть-чуть не так, когда у меня два фонаря, и можно вечером даже фары не включать, осветить дорогу своими фонарями. Спасибо большое за интересную беседу, успехов тебе. Спасибо, я очень это ценю. Бэк совершил он в ходе этого боя. Здорово, здорово. Слезы на глазах. Слезы счастья, но понять можно бойца. Такой поединок шикарный провел. Поздравление Григорию от губернатора. Пояс чемпиона МФБ. Завоевал Григорий Сиренко. Завоевал в красивом бою. Достойно. Настоящий чемпионский бой. Ваши аплодисменты. Боёсток. Боёсток.